Оля сидит справа у нас. Это очаровательная девушка. Сейчас они нам, конечно, не дадут быть даже фотографы. Вот. Я уже говорил, что она по образованию музыкальный педагог. У ней есть очаровательная, как она утверждает, муж. Это для вас сообщение, чтобы вы особо тут не надеялись. Вот. Она совершенно была уверена, что завоюет золотую медаль. Никаких там проблем не было у нее. Да. Между прочим, через две минуты, когда я закончу городскую речь, они оденут медали, и мы попросим наших фотографов еще раз все это сфотографировать, потому что медали они с собой привезли. И вот в этой стрелковой семье, по-моему, Ира совершенно ясно не могла ничего делать, кроме как не быть стрелком. Это самый противный фотограф. Они пока из вас все не выжмут, они вас не отпустят. Спасибо. Спасибо. Друзья, давайте дайте нам поработать. Значит, у меня два вопроса. Один к Евгению Ивановичу, двое к девочкам, тем более, что я многие годы был вице-президентом Федерации стрелкового спорта СССР. Евгений Иванович, к вам такой вопрос. Вот как при том трудном финансовом положении, при тех трудных условиях, в которых оказалась стрелковая федерация, которая не является приоритетной, у которой нет таких богатых спонсоров, какие имеете у футбола, у хоккея, где у нас, несмотря на богатых спонсоров, нет никаких результатов, вот как такая федерация, как ваша, при отсутствии этих спонсоров, оказывается, выигрывает золотые медали. Это у меня вопрос к вам. А к девочкам у меня несколько необычный, я думаю, чисто журналистский вопрос. Вот не смущает ли вас, и вот как вы на это смотрите, что век разрядки международной напряженности, век того, когда мы говорим, что все народы должны жить в мире и дружбе, вы занимаетесь таким несколько специфическим вирусом спорта, как стрелковый? Не смущает ли это вас? И почему вы его выбрали? Спасибо. Я думаю, что причем к вопросу 2, то я представляю возможность Оле ответить на этот женский вопрос. Спортсмен начинает заниматься каким-то видом спорта, наверное, потому что это судьба, потому что как туда человек приходит, он может потом и ему не всегда возможно объяснить. У меня был долгий путь в стрельбу, объяснять его долго, но это началось с детства, я всегда любила стрелять. А не смущает ли меня заниматься стрельбой, по-моему, ни один вид спорта такой. И стрельба из лука, и тоже категория стрельба такая же. Каждый вид спорта, он несет мир, а не войну. И это есть возможность побороться, оказать свои силы. Относительно своим коллегам, фанатам, которые не уехали, не бросились зарабатывать легкие деньги, а стали свердны с иммунами до спорта. Уже снимали мое? Это маяк. Можете теперь лично, каждый, взять интервью и поговорить с ним, пока тут они еще укладывают медали. Вот как раз когда болельщиков меньше, это лучше. И не кричат, и не свистят. Да, во время соревнований. А что, что все-таки мало поклонников стрельбов? Мы привыкли к этому, у нас никогда не было много поклонников. Стрельба как-то всегда была незрелищным видом спорта, и мы уже давно с этим смирились и как-то уже по-другому не представляем. А с другой стороны, ну как он может быть зрелищный, когда стрельба идет полтора часа, два часа, и не всегда есть информация после каждого выстрела. Это здесь электронная система, а у нас же мишени бумажные, у нас не видят зрители, что попадает в стрелок. Не всякому это понравится, не каждый высидит. Спасибо. Такой маленький вопрос. Скажите, вы свою жизнь связывать будете все-таки со стрельбой, с музыкой, вообще, так сказать, там, я не знаю, милиция, так сказать, не знаю, сейчас... Самая модная профессия – это киллер. Вот, я понимаю, что женщины, может быть, не идут в нее, вот, но я так вообще... Я поняла вопрос. Ваши, как бы, послестрелковые планы, хотя стрелять можно долго. Стрелять можно, во-первых, лет до 40, до 50, это как минимум. Я собираюсь связывать свою жизнь, будущее со стрельбой. Пока она у меня получается, пока я оттуда уходить не собираюсь, и силы у меня пока есть. И это мне нравится. Самое главное, что это мне нравится. Я себя здесь чувствую, как рыба в воде. Но киллера я не могу пойти никогда, я даже сороку однажды убила, и то две недели расстраивалась. Я не могу убить живое существо. А то есть на охоту вы тоже... На охоту я не могу убить никого, кроме мух никого. А то, что вы говорите с полицией, я, вверх, в армии. Понял. В данный момент прапорщик, но я в этом году закончила институт, и у меня... И что такое? Да. Педагогический, Самарский педагогический университет. И сразу же оформили документы на офицера. Я думаю, что или уже мне присвоили, или в ближайшее будущее мне присвоят офицера. Так что есть возможность продвигаться дальше. Понятно. Понимаете, Оль, вот вы тренируетесь без, так сказать, оружия, без, так сказать, боевого оружия. Ну, я в свое время писал о выдающемся стрельке Богданове. Да, знаю. Ну, ваш тренер был, хорошо знаю. Вот. И он очень много тренировался вот так вот, безо всего. Вот как у вас психологический настрой, и вот именно работа, так сказать, вы тоже работаете без оружия, так сказать, или это тайно? Да, ну, никакой тайны в этом нет. Просто, когда был Богданов, у них не было таких хороших условий, видно, для тренировки, поэтому им приходилось тренироваться дома и использовать для этого подручные средства. Сейчас у меня в Самаре очень хорошие условия для тренировки. У нас прекрасный тир в 16-м СКА. Поэтому без оружия я практически не тренируюсь. Но, с другой стороны, без патрона, без пульки, мы тренируемся часто. Это одна из моделей тренировок, один из вариантов. Это очень помогает. Просто статическая выносливость, без выстрела, это та черновая работа, которая не нравится, но ее делать надо. А вот если у вас в команде психолог, или вы умеете отключаться, вот вы можете отключиться вообще вот в этом помещении, так сказать, но если я вам не буду задавать вопросы, перенестись куда-то, как бы, так сказать, вот начать настраиваться. То есть у вас есть такая школа психологическая? Или это все от природы? Ну, психологов у нас в команде нет, это однозначно. И никогда не было. Мы как-то со своими эмоциями привыкли справляться сами. Но каждый человек, конечно, у каждого темперамент разный. Ну, я никогда не испытывала каких-то вот, редко вернее, испытывала, но редко проблемы с психологией, когда там слишком большое перевозбуждение или что-то, все-таки стрелки народ спокойный. И я привыкла относиться ко всему так спокойно, положительно. А потом мне в этом очень помогает Вера. Ясно. А, так сказать, действия вашего мужа, вашего тренера, насколько он вас, так сказать, настраивает, или он успокаивает, или он не вмешивается в вашу психологическую подготовку перед стартом? Ну, я не говорю, на Олимпиаде тут его трудно общаться. Вот вообще, на крупных соревнованиях, насколько, или вы понимаете, затылком чувствуете, так сказать, взгляд? Вот как вот это, если можно? Он всегда... Он никогда не отгораживается, он никогда не отстраняется, никогда не представляет меня себе. Он всегда рядом. И он всегда знает, когда мне что сказать. Он никогда не говорит, ты сейчас должна попасть много, ты должна сейчас поработать. Он всегда говорит, не думай о том, что ты сейчас пойдешь стрелять. Думает просто о том, чтобы сделать хорошо свою работу То есть не думать о результате, не думать о том, какой ранг это соревнование Кстати, здесь мне это очень помогло, я даже не ощущала себя здесь на Олимпиаде Просто я выходила и стреляла как на обычном старте, как могла бы стрелять на чемпионате России или на чемпионате области Примерно такое же у меня было ощущение И он всегда мне твердит одно и то же Выйди для того, чтобы сделать нормальную работу Потому что у нас есть такой термин, как теория приоритетов, если так можно сказать Что у одних приоритеты одни, у других другие У одних это быть олимпийским чемпионом, а у других достичь совершенства в спорте Так вот, один из них достижим, а второй нет Вернее, не то, что достижим, а сложно его достичь Так у меня всегда был приоритет, это достичь совершенства Потому что достичь, быть олимпийским чемпионом, ну что стал ты, ну и что, потом все А вот поставить перед собой такую цель, которую очень тяжело достичь, но которую можно И к ней можно идти всю жизнь Вот это вот да А чтобы быть совершенством в спорте, тут уже не о результате думаешь, а именно о совершенстве работы Я понимаю, что вы в душе эстет Вот вы остались, вы доверены тем, как вы стреляли здесь И вообще, так сказать, как складывалась борьба У вас ведь есть счеты свои с соперницами, с которыми вы соперничали Как вообще, тем не менее, несмотря на то, что вы отрешились, потому что это Олимпиада Все-таки после этого вы же как это взвесили, как было, так сказать, соперницы Какие-то ваши отношения, ну все-таки это же есть, это нельзя откинуть от этого Как вот вы сейчас почувствовали вот в этом своем, так сказать, мире свое место и свои ощущения Стрельба немножко иной вид спорта Вот вы говорите про соперниц, там, что соперницы существуют, когда есть единоборство В стрельбе единоборства нет В стрельбе ты борешься сам с собой Поэтому о соперниках даже не думаешь Они делают свою работу, это их личные проблемы А ты должна сделать свою работу Поэтому я никогда на соревнованиях не думаю о соперниках Это потом можно после стрельбы выйти и посмотреть таблицу Кто там что попал и как что И здесь то же самое Они сами свою работу делают, я сама свою работу делаю О них я даже не думала А я, та часть вашего вопроса, удовлетворена ли я? Да, я могу сказать, что я удовлетворена Ну процентов на 90, может быть Я не могу сказать, что это 100% Если 100%, я попал 400 Конечно Поэтому на все 100% быть уверенной Я не могу удовлетворенной Но процентов на 85-90% могу И сказать, что я работу, в общем-то В основной своей массе сделала Папа, мама, сестра Кто у вас? Все-таки болельщики еще дома У меня дома Болельщиков у меня много было и здесь И они мне очень помогали У нас очень много друзей в Америке Американцев Да, они приехали сюда Специально, с разных штатов Смотреть меня Купили билеты на стрельбу Очень мне помогали Болели со мной сзади Сидели вместе с моим мужем Переживали за каждый выстрел А дома у меня остались отец, бабушка И в Санкт-Петербурге брат Которые тоже болели за меня И переживали А почему в Америке вы здесь тренируетесь? Нет А как это? У нас очень много друзей, именно христиан Как? Христиан А, вы человек верующий Да Мы познакомились с американцами Когда они были в Москве с христианской миссией Потом мы были у них в гостях Потом они были у нас в гостях Теперь мы снова приехали сюда И они приехали Чтобы посмотреть на мою стрельбу Они очень мной гордятся Это очень интересно А, так сказать, вот так-то вообще ритуал, какое-то общение Вот, так сказать, это он тоже входит То есть вы человек набожный с детства Как это произошло? Потому что у каждого это бывает Недалеко, так сказать, бывают обиды, которые к человеку приводят Так сказать, к Богу Бывают Ну, я понимаю, что это очень лично Нет, это не лично, это тоже никакого секрета в этом нет Набожной я не была никогда с детства Ритуалов у нас никаких нет Ритуалы есть в православной церкви Я не православная христианка Друзья, это тоже христианство, но протестантство Протестантское И здесь в Америке очень много именно христиан, протестантов Конфессий там много, течений очень много Но все они примерно похожи Друзья у нас баптисты Ну, мы сами на какой-то такой переходной стадии И, ну как, можно сказать, и ближе к пятидесятникам, и к баптистам Но это не столь важно А таких ритуалов у нас нет Вот у нас обычное общение, как с любым живым существом, с любым человеком Любыми словами, никаких молитв, никаких там заученных ритуалов в этом нет Это все упрощается А привели нас к Богу наши друзья, вот американцы, когда мы встретились с ними в Москве Они, мы с ними общались долго, неделю мы как-то с ними Они жили в одной и той же гостинице, просто мы случайно с ними встретились Они нас привели к вере, они нам просто объяснили До этого мы совершенно не знали, что существуют еще такие церкви А в чем суть? Вот я, честно, не знаю, если можно, в нескольких словах А в чем суть? Что такое? Ну, так сказать, поклонение, вот, так сказать, основа этой веры Вот во что, так сказать Основа веры, что у нас есть защита, у нас есть Небесный Отец, который всегда с нами И который защищает нас от всех бед и ведет нас по жизни Что не ты сам выгребаешь в этом мире очень беспокойном и противоречивом и сложном А что у тебя есть надежный защитник и, ну, твой родитель, который, ты как ребенок Ты к нему можешь обратиться с радостью и с горестью И он тебя просто оберегает и охраняет и ведет тебя по жизни так, как ему надо Да, не как тебе И я совершенно уверена, что то, что я победила здесь на этой Олимпиаде, это его план, а не мой А я могу просто еще доказать это тем, что когда я стреляла в финал 9 выстрелов я, в общем-то, отстреляла спокойно А 10 выстрел мне просто стало плохо И когда я подняла руку на 10 выстрел Я подержу, а вы держите Я подержу Я подержу Я подержу Я подержу Я подержу Я расскажу И вот когда я подняла руку на 10 выстрел У меня настолько не осталось сил И у меня палец уже настолько не работал И у меня уже дыхание все перехватывало Что у меня рука уже началась дико трястись При этом может быть выстрел куда угодно Хоть в ноль, хоть в единицу И я знаю, что это был дар от бога Я попала 10 и 7 Практически центральную десятку На такой колоссальной тряске Это просто невозможно И я знаю, что это именно был его план, что я здесь победила Потому что это был не мой выстрел Это он мне его дал И потом мне минут 5 было просто плохо Я не могла в себя прийти Нам остается сожалеть, что мы еще к этой вере не столь сильно прикипели, как вы Да Просто это мне намного легче и жить, и выступать на соревнованиях Я спокойнее, поэтому я здесь была спокойно Как вообще ваши условия дома? У вас квартира или как? Ну, квартира у меня шикарная 12 метров, малосемейка А вот так, да? Да 5 метров кухня Да, очень далеко Ну, наверное, губернатор вроде вас должен подъехать Вот сюда Я слышал так от моего коллеги Ну, надеюсь, может быть, что-то решится Ну, конечно, двоих нам хватает Но желательно, конечно, и больше А я слышал ваши планы Отдыхать в Америке, по-моему, да? Входит случая, что вы уже Нет, это Нет Мы хотим вообще отдыхать в Греции или на Кипре И нам в этом году собирается там устроить нашу школу высшего спортивного мастерства Ну, мы просим такие поездки только тогда, когда мы чего-то заслуживаем То есть, если бы у нас успехов не было, мы бы даже рта не открыли насчет этого И не попросили бы Понятно А вот я смотрю, ваша коллега, так сказать, вот очень правильно делает, что расслабляется По линии напитков связанных Вот, ну, стрелков, вино, допинг Вот Вы вообще как с этим допингом обращаетесь? И вообще, как вы расслабляетесь? Необходимо после соревнований, перед соревнованиями Умейте расслабляться Вот, потому что, ну, иначе же должна нервная система отдыхать, так сказать И все такое прочее Вот Допинг после соревнований Вот этот допинг Вот входит в ваш рацион? Да, иногда входит Но, во-первых, я не пью крепких напитков Никогда Уже очень давно И я могу себе позволить Шампанское или сухое вино Или вкусный ликер Ну, что-то такое А потом Мы с мужем иногда любим устраивать себе такие праздники Когда, например, прийти домой Купить креветок Там, с пивом Там, что-то такое Чтобы было все очень красиво, эстетично Это нам доставляет удовольствие А чтобы вот как-то напиваться до потери сознания Это у меня просто не надо Я не чувствую себя такой Ну, желание в этом я не чувствую А вера это позволяет? Вообще, баптисты не позволяют Но в Библии нигде не указано Что нельзя пить совсем Там есть такие слова, что Не упивайтесь Потому что это великое зло И ты, когда теряешь над собой контроль Ты можешь створить неизвестно что Но все же знают, что Первое чудо, которое створил Иисус Это превратило воду в вино Да, очень хорошо Это очень правильное замечание Скажите, вот если не секрет Ваши планы, как бы, по увеличению семьи Вообще, это... Или это тоже Бог определяет Когда это необходимо? Конечно, это определяет Он Но я собираюсь заняться это в ближайшее время Чтобы успеть выступить на следующей Олимпиаде Или все-таки это будет как бы Рождение нового человека Это как бы на время Олимпийские планы и спортивные Немножко... Я думаю, что мы всегда в этом плане Исходим из спортивного календаря Потому что год после Олимпиады Всегда самый свободный год Когда можно себе позволить Заняться собой Ну, а сами Вы считаете Какие Ваши достижения До этой Олимпиады Ну, были самыми Вашими главными? Я понимаю, что главная Это Олимпийская медаль золотая Вот А вот до этого Чем Вы гордились вообще, так сказать? И были... Ну... Были рады Ну, следующая по значимости Ваши спортивные ступени Ну, понятно Следующая по значимости Я могу сказать Это то, что я обладатель Кубка мира Какого года? 94-го года Причем здесь я выступала В пневматическом пистолете А там я выиграла спортивный пистолет И у нас как? У нас в год 5 или 6 этапов Кубка мира После этого первые 8 результатов Проходят на финал Кубка мира И там уже присутствуют 8 или 10 человек Которые разыгрывают Кубок мира Вот я... Ну, это, наверное, было чуть-чуть проще Уже знакомое стрельбище Да, здесь... Здесь стрельбище очень сложное Если бы мы... Сложное? Да Очень сложное И мы все, в общем-то, были удивлены Как оно немножко нелогично здесь построено Ну, это, наверное, было связано там С тем, что уже здесь был стенд в это время И уже наше пулевое стрельбище пристраивали к нему Но никогда никто не строит стрельбище для пулевой стрельбы На холме, на горе Где кругом отовсюду дуют ветра Причем очень сильные Они хотя и ставят перехваты, но это все равно не помогает Потом на пневматике очень сложное освещение Над тобой горят сильные лампы дневного освещения А мишень освещена плохо Тоже очень сложно для стрельбы И вот если бы мы не приехали в Атланту тогда И не посмотрели бы все это Здесь бы нам было гораздо сложнее Тот вот Кубок мира был в Атланте Это был единственный для меня провальный старт в этом году Когда было? В апреле А жара вообще? Или вы ее хорошо переносите? Или там не чувствуется, когда стреляешь? Ну, понимаете, кто не чувствуется? Потому что там кондиционированное помещение закрытое И там вот, ну, примерно такая вот обстановка А тем, кто вот винтовочникам, которые надевают на себя жесткие эти скафандры, костюмы И лежат на открытом воздухе, где кондиционер просто не справляется Им тяжело Они постоянно, у них мокрая одежда, их насквозь С другой стороны, все одинаково? Да И, например, стали жителями нового государства, России Все мы вышли из Советского Союза Вот какое-то чувство гордости, так сказать Вот, ну, вот что вы все-таки испытали И испытываете сейчас Став олимпийской чемпионкой Это ведь, в общем-то, как в древней Греции Человек всегда вошел в историю Он уже не принадлежит себе Как бы ни сложилась ваша жизнь иначе Вы олимпийская чемпионка из России Вот Вы, так сказать, патриот своей страны Я не знаю, какие-то громкие слова, но Насколько для вас это важно Вот, что, так сказать Вот эта победа в плане того, что Вы русская представительница России Вот Как вы чувствуете себя Вот именно Как вы себя ощущаете Вот В этом качестве Ну, во-первых, я невероятный патриот России Но я считаю, что наша страна самая лучшая Я поездила довольно много по миру И ни одну страну я больше не нашла, где бы Мне было бы так комфортно и так уютно, как в России И прежде всего это наш народ Это просто такое сокровище Просто мы еще не понимаем, какой у нас народ хороший И поэтому я никогда бы не могла жить, наверное, в другой стране У меня была бы жуткая ностальгия И поэтому я очень большая патриотка И мне очень приятно, что здесь Здесь все-таки Олимпиады проходят под знаком Америки Америка превыше всего Америка превыше всего Даже наши друзья, американцы и то говорят Ну, говорят, как так можно Говорят, кругом только наших от них показывают Говорят, про вас даже ничего не говорят И да, мне здесь было приятно, что мы Все-таки, мы сильнее их Хоть в чем-то, но мы их сильнее Просто вопрос такой Из любопытства Существует какое-то стрелковое братство вообще Какие у вас отношения с соперницами Там, с зарубежными тренерами Насколько вы, так сказать, не можете собраться Так сказать, там, грубо говоря Вдохнуть Или это замкнутые люди Все зашнурованы на все пуговицы И так далее Вот насколько у вас отношения Насколько вас действительно тепло Поздравляют соперники Насколько вот Это мир Мы же, так сказать, знакомы давно Конечно, мы У нас всегда очень дружеские отношения И всегда мы поздравляем друг друга после финала Даже если это с другой стороны Все приходят, все жмут руку Все поздравляют У нас очень такие теплые отношения У нас нет враждебности Как таковых Ну, я не знаю, может, какие-то там у кого-то личные есть враги Но вот такой вражды у нас нет Потому что у нас Мы не боремся с соперниками напрямую Мы боремся каждый сам с собой А вот уж если ты победил себя То, значит, ты победил и других И, наконец, об оружии Каким пистолетом вы стреляете? Какой фирмы? Вы подгоняете сами Муж там, клиник Мастер Кто вот это? Это важный вопрос Пневматический пистолет у меня фирмы Вальтер Немецкий Немецкая фирма Вальтер Австрийская, точнее Австрийская А вообще Вальтер судьбой войны Нет, нет, нет Немецкая Это Штайр У всех были Немецкая фирма Вальтер, да Взяла я его три года назад Он мне тут сразу же понравился Потому что у нас очень много есть фирм Примерно одного и того же уровня Есть Банлихер Вот такая раз австрийская фирма Я перепутала Есть Пайнверк Бау Есть вот Вальтер наш И примерно там оружие Ну, того же самого уровня Оно позволяет попадать хорошо Но там есть свои нюансы У кого баланс Там вес Один потяжелее Другой полегче И вот это надо уже подбирать под себя Ну, Вальтер вот эта вот Та модель, которая у меня Он наиболее мобильный Его можно менять Можно менять баланс Можно грузики повесить Можно вес увеличить Он мне так наиболее подходит В команде или ваше лично? Ну Или это что? Мастеров у нас много Вот так вот какого-то, да Личного Ну, может быть, вы не задумывались Но если бы вы были волшебником В ваших силах было вообще сделать все Что возможно Только Ну, человеку, так сказать Вот Что бы вы сделали Для людей Для друзей Это не важно Пусть это не работает Вот Это важно Я все на этом Помню Буду знать Что бы вы сделали для людей Если бы вы могли сделать все Что бы вы хотели сделать Быть Если бы такое было в ваших силах Во-первых Я бы хотела Чтобы Если бы это было, конечно, возможно Чтобы Все люди Поверили в Бога И если это произойдет Войны на земле, мне кажется Должны прекратиться То есть Это Если ты веришь То ты не сделаешь другому зла Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому